В связи с общественной опасностью хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, а также унижение культурного воспитания и наследия, возникает необходимость уделить должное внимание некоторым признакам такого хищения. Наш клуб обращает внимание своих клиентов по данному вопросу, дабы разложить все по полкам и подчеркнуть определенные детали данной темы. Как известно, хищения представляют собой совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Все формы хищений, посредством которых совершается преступление, должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к противозаконным и аморальным действиям. Однако, на самом деле, не все так однозначно. Хоть и всякое хищение совершается с корыстной целью, однако всякое последствие от этих действий весьма относительное. Виновный в хищении и в унижении культурной собственности или групполист, запустившая данное хищение, не возмещает собственнику стоимость похищенного у того имущества или интеллектуальной собственности. В этой связи наблюдается, что ряд предметов анализированного хищения обладают стоимостью в общепотребительном понимании. Это не значит, что документы, музыка или подобные предметы тематически-культурного содержания не имеют цены. Она есть, но определяется исходя из их особой значимости для искусства, науки, культуры и их роли в обществе. При этом, не следует забывать, что сама по себе цена таких предметов может быть и невысокой. Впрочем, цена их может либо регулироваться внутренними тарифными службами, либо цена может быть урегулирована лишь под молотком аукциониста. Корыстная цель в хищении культурного наследия не оправдана, если... Виновный стремится к личному обогащению. Стремится к обогащению людей, с которыми его связывают личные отношения. Стремится к обогащению соучастников хищения. Стремится к обогащению людей, с которыми он состоит в имущественных отношениях. И стремится к обогащению юридического лица, поскольку материальное положение виновного зависит от успешного функционирования такого юридического лица. Что же касается моральной политики и противоположной стороны культуры в нынешнем общественном положении. А моральность искусства не в том, что оно эстезирует уводливое и безнравственное, смертное и сексуальное, то есть эстетику ставит выше этики. В своем художественном пространстве автор волен делать все, что угодно, имея лишь одну этическую задачу – делать это хорошо. А моральность искусства в другом. Искусство есть искушение несуществующим и неосуществимым. Соблазнительная нагота мира, ставшая болью необладания – вот суть подлинного искусства. И чем оно подлиннее, тем более сильнее, потому что сильнее разочарование. Этот эстетический обман грозит обернуться метафизической катастрофой личности, попавшей под очарование вечного. В конечном счете художник создает иллюзию доверенности, говоря голосом всеобщего, при этом думая лишь о самовыражении. То есть автор всегда эксплуатирует невинность своего слушателя, читателя, зрителя, используя его всегдашнюю готовность довериться кому-то или чему-то, что выводит его из унылого однообразия, гнедущей повседневности. Всякий художник, обладая своим даром, должен, чтобы остаться в рамках морали, совершить жертву, заклиная собственный талант, чтобы не искушать невинные души. Охрана культурных ценностей общества и рода человеческого осуществляется в основном самим государством, в котором наблюдается ситуация культурного расхищения. Но если культурное население разваливается, развращается, похищается или транспортируется в другое государство, то решение таких проблем уже регулируется с помощью международного права. Отметим, что точное понятие культурной ценности нет. В различных нормативно-правовых актах этот термин трактуется по-разному. Культурные ценности – это нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальную историку культурного отношения территории и объекты. Продолжение следует...